Гость в студии. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Гость в студии. Скажите об этом, да, просто чтобы, может быть, люди, которые никогда не сталкивались с этим, еще раз, хотя бы у нас уже не первый раз. Да, спасибо большое. Это очень приятно, что вам это интересно, и что мы можем здесь говорить. Дислексия – это, как вы уже сказали, это разница действия мозга. И неправильно сказать, что это болезнь. Это не болезнь, потому что нет никаких медицинских симптомов, нет никакого медицинского лечения. И это очень важно. Понимать, что это не болезнь. Ну, в этом модернное пассауле об этом говорит, как нейродиверситаты, как просто разница действования мозга. И дислексия – это такое состояние, когда люди с хорошим интеллектом, с любым нормальным интеллектом по каким-то причинам никогда не осваивают чтение так, как все остальные. И это просто… И есть очень много этих пейтеюмей. Исследований. Исследований, как работает наш мозг. И нет такого прямого ответа, почему так. Мы просто не знаем еще. Почему так происходит. Так происходит. И на это можно смотреть исторически, потому что тогда, когда чтение не было массовым навыком, это не было проблемой. Это ничего не значило. Даже короли не читали. Да? И ты не был никем меньше, потому что ты читал медленнее, чем… Никто не знал, что у людей была дислексия группы. Именно. 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 И в этом веке, когда мы так откорились от чтения, это стало большой проблемой. И что очень важно понимать в Латвии, что дислексия, там нету никакой коррелации с general intelligence. С очень реальному романтию. Да, именно. Что эти дети, потому что они плохо читают, он может быть самый умный ребенок в классе. И это проблема в Латвии, потому что мы, мы все-таки, наша система образования живет с этим сопротной. Да, с пониманием. С пониманием, которое было в Советском Союзе, что дислексию ассоции связывали только с низким, пониженным интеллектом или горигад политиба. Угу. Духовными… Да, когда интеллект очень-очень низкий. И это большая-большая проблема, потому что наша система по инерции и по удобству сохранила это понимание. Когда весь мир уже 30, может быть, даже больше лет говорит о том, что нет, там нету корреляции. Каждый пятый человек, ему трудно читать. И если мы посмотрим на ОСИД исследования по чтению, и в Латвии тоже статистика, такая же статистика. У нас каждый пятый человек испытывает трудность. Да, 17-17% наших 15-летних юношей читает, у них нету функционального навыков чтения. И из этого поэтиюма… Исследования. Выключены все школьники в специальном образовании. Да. Это значит… Школа общего профиля, да? Да, да, да. Это только общий профиль, это массовые школы, там 17%. Плюс эти дети, которые уже в специальном образовании… Учередливо, скажу, больше там. Да. То, что мы… У нас те же самые 20%. Эва, скажите, а вот речь идет обо всех школах с разным языком обучения, или речь идет только о школах с латышским языком обучения? Да. Вы… Нет, ну, OECD исследования – это все школы. Все школы. Да, и там нету различия. Там нету… Там не показывается различие между латышскими и русскими школами. Просто я имею в виду, на каком языке проверялось умение читать? На… 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 На обе… На обе языка в Латвии. Да, эти тесты, они – это очень такая сложная и дорогая. Дорогая. Дорогая процедура – эти OECD, PISA исследования. Они очень долго готовятся, и мы хотим надеяться, что они… Надеяться, что они на очень лучшем, на хорошем уровне. Ну, они… В Латвии они на обеих языках – латышском и русском. Так что там не надо быть разницей. Да, ясно. Ну, может быть, пояснить родителям, которые переживают своих детей, вы сказали, что это не болезнь, поскольку нет симптомов, но есть же явные признаки. Как отличить простую лень, несобранность человека, да, с вот именно дислексией? Как распознать, что у ребёнка именно дислексия, а не просто он ленится? Нет, но это тоже стереотип, потому что если ребёнок способен обгутать, спросим, освоить эти навыки. Это происходит довольно легко, и это никогда не… Ну, 99% – это никогда не выбор ребёнка. Да, потому что мы все научились говорить, мы все научились ходить, которые есть самые трудные навыки в человеческой жизни. И почему думать, что кто-то выберёт, не научится читать хорошо? Если бы ребёнок смог, он бы этого сделал. Да, и как… Каар, ви сам просмеем. Да, как со всеми навыками. Да, как на умом сбраутся машину, лаба, как сбраутся слегдак, он мы с того неизвелим. Кто из нас водит машину лучше, кто хуже, мы это не выбираем. Да, и кто-то должен учить взять 10 уроков у инстрактора, а кто-то должен взять 40. Пока это навык автоматизируется. Станет автоматическим. То есть, грубо говоря, дислексия, она исправна, она подаётся в полные корректировки. Ну, не полная, но то, что, например, она тоже на спектре, с лёгкой… Разные её степени, да. Да, и очень лёд из смага. Очень тяжёлая степень. Да, и вы говорили, а как это узнать? Просто ребёнку трудно научиться читать. Он читает очень медленно. Ему трудно заплудинать, сканя сварда, сделать с этими звуками слово. Организовать один поток, да. Да, и просто, если вы видите, ну, например, на полгода, на года, что ребёнку эти навыки не развиваются, как у других, потому что эта группа, детский садик, первая класса, как другие учатся, это очень сильная, сильная, специга позиимая. Да, субъездающая. Да, если все, артопашу апмаций, варап гудто прасми, он венц, вайдиви бэрни классе не вар, это значит, что там есть какая-то объективная трудность, которую этот ребёнок не может как-то парварить. То есть преодолеть не может, если все в классе могут, допустим, одинаково освоить этот навык, а один ребёнок не может, то вот стоит заподозрить, что у него есть какой-то… Он делает так много, как все другие, и, наверное, больше, потому что уже учителя обратили внимание, родители обратили внимание. Ребёнок, может быть, работает даже в два раза больше, и всё-таки этот навык не приходит так. Не даётся ему. Не даётся. Но это видят и одноклассники наверняка. Вот в школах дискриминируются такие дети? Что вы можете сказать? Да, конечно, потому что мы знаем Латвию, да, мы работаем с этим 15 лет. Я встретила вот девятклассника, который читает 15 слов в минуту, когда его… Виенауджи читает… Подростковый, ровесительский. Да, читает 150 слов в минуту. Да, ну это, например, как взрослый нормальный человек читает, да, мы это можем делать. Так что этот юноша в своих 15 лет читает именно 10% от того, что его одноклассники. И вот вопрос, как мы компенсируем эти минус 90%, он не может прочитать. И он может понимать, если он может… Но он просто технически, физически не может прочитать того, что все в него классе. И, конечно, это видно, потому что если все прочитали страницу, а он прочитал именно два предложения, конечно, это видно. Ну, вы говорите, на интеллектуальном уровне школьника это никак не сказывается, но тем не менее, если он не успевает с общим развитием класса, получается, он получает менее качественное образование. Да, именно. И это так, что не он, ну, сакуотный глупее других. Да, изначально. Да, но просто этот дефицит, он аккумуляет, да, потому что этот школьник всегда, ну, это очень смага, талет, смага дислексы. Тяжелая дефицит. Кто-то читает 50% нормы, у него всегда эти минус 50%, и они тоже аккумулируются с временем. И просто, да, он теряет пи-е-ю-ма-це-и-бу-са-турам. Он не может, да, выучить, прочитать. Содержание уже. Да, да, и просто это, это, просто, да, это даже не интеллект, но что происходит, он, конечно, этот ребенок, он же деградает с голоса, потому что у него недоступно то, что доступно другим. Деградирует в школьной среде, да. Звоните, если есть вопросы, наши гости, пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939, мы сегодня говорим о дислексии. Эва Бирзнец, руководитель Латвийского общества дислексии. Вот, чтобы избежать такой деградации, вот на ваш взгляд, поскольку вы заглавляете общество, ребенку необходимо продолжать учебу в школах общего профиля или все-таки вот специализировано? Конечно, потому что у нас даже нету такого, два, две вещи здесь. Конечно, если ребенок интеллектуально способен этого делать, он должен быть в нормальной школе, да, потому что просто мы теряем потенциал этого ребенка, и как общество мы теряем умных, нормальных, способных детей. И второе, наше специальное образование, там нету никакого качества, потому что у нас в Латвии есть одна школа на латышском языке, матишно, арматишно, астрология имея. С нарушением обучения. Да, и эта школа, из этой школы, где дети учатся даже не 9 лет, а 10, и они получают два раза больше финансирования от государства, никто, абсолютно никто из этих детей не идет в нормальную массу виду школы, не матишно. Обычную, да, простую? Да, они просто все идут ворот школы, да, в профессиональную. Да, ремесленную какую-то школу, да. То это значит, что это образование, оно не минимизирует этот дефицит, она даже деградирует детей. Да, специальная, специальная изглитива в Латвии, это арматишно земес клалитати. Да, это специальная изглитива с хорошим интеллектом, да, потому что, она, в ней новелк то есть бэрнус из леи, не весь, в ней нормализирует, лидц, те, что, да, лабая изглитива системе, сака так, да, я бэрна интеллекты раугст, бет спея земес, лабая изглитива в ней спея спея в ней интеллектом. Нормальная система, это когда ребенок подтягивается до уровня образования со своим более низким интеллектом, да, они деградируют наоборот. То есть, его интеллектуальные способности, они выравниваются как раз. Да, да, или они компенсируются с аудио-матией грамотами, когда ребенок может услышать все, что надо. Ну, вот вы говорите, что родители отдают детей в такие школы, то есть, они знают о дислексии своего ребенка еще там до исполнения 7 лет? Трудно сказать там эти... Как если он только вот только как раз тот возраст, когда учится читать? Ну, это никто не начинает учиться читать только в школе. Там есть уже два года до школы уже ребенок читает. Да. Обязательно. Да, да, да. И если это видна, что он постоянно не вар тас прасмези апгут. Не можешь тас пр fenционироваться. Ѐ, тас и те риска факторы. Т.е. Тихо, да. Т.е. Та. 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 парни, пожалуй, систематиски мастера. Вербīr Парринак мэс палидзам, jo, лабак, ка ар-катру проблэму, jo, я мэс редзам проблэму, jo, атрак мэс, виņу мэйдинам мазинат, jo, мums ir labак iesпеja, виņу неизвест, вели лелаку, тас, как и ар-катру проблэмам, ja, я кау-кас ненотiek тā, кау-висием citiem, jo, атрак мэс палидзам, jo, лабак. Чем раньше мы увидим и обнаружим проблему, соответственно, тем раньше мы можем её пресечь и не дать ей дальнейшего распространения, заниматься этим. Но мы говорим сейчас только о чтении, а дислексия проявляется, допустим, в других мелочах. Дети не могут правильно одеться, надевают по-другому одежду. Ну, не только, потому что, мне кажется, обычные родители, когда думают, что у его ребенка в пятилетнем возрасте какие-то проблемы с чтением, у него навык немножко развивается хуже, ну, он спешит все на его возрасте, там, в школе патчанет. Есть еще какие-то признаки в обыдинной жизни? Да, да, да. Диспрахсия – это такой термин, да? Диспрахсия – это такой термин, да? Пожалуйста, вы можете позвонить, задать вопросы 672-12-939 и 672-13-939. Может быть, вы тоже заметили у своего ребенка какие-то вот такие признаки, волнуетесь, не знаете, с чего начать, за что взяться. Звоните 672-12-939, 672-13-939. У нас в гостях Эва Бирзнец, руководитель Латвийского общества дислексии. Ну а как быть в школах учителям, если раньше обсуждалось, что учителям легче не замечать этих учеников, либо там ставить им, соответственно, низкие оценки по данным предметам. Если мы говорим сейчас про язык, про литературу, про чтение, то сейчас эта проблема освещается и в средствах массовой информации, вот премию вы создаете, потом об этом поговорим, отношения более лояльно, то есть учителям как-то уделяет... Ну хотя бы хотелось еще спросить, они хотя бы в курсе учителя хотя бы знают об этой проблеме, а не в теме? Ну то и тварино, Латвийского общества изглитива 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 специально вайадзий, да? Это специально... Неопарага. Неопарага. Да, ну это специально. Но в Латвии мы можем ее игнорировать, потому что любая массовая школа может игнорировать эту специальную нужду школьника, пока она не лицензирует специальную изглитивную программу. Не лицензированная специальная программа для мужчин. Да, наша проблема, да, это проблема в нашем изглитиве ликуме, да, школа может просто закриться глазами, ну, таких развитых системах, да, скола недрігсит пateк, нет, тихим, да, скола диву мэнишу, да, я бэрнс, татад, виņам, сколай, пасак, да, шим сколайнам, да, дислексия, сколай, тихим, пусотра лидз диву мэнишу лаикā, да, я нодрощена папилдзу палидзива там бэрнам. Развитых системах, если у ребенка дислексии, то школа беззина обеспечить моду полницами образования. Да, 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 полтора-двух месяцев. Jā, дивas lietas, papildus lasīt mācīšanā, jā, papildus rakstīt mācīšanu, tāpēc, ka tā mūziena pedagoģie visi pētījumi, visi lielie meta pētījumi par lasīšanu saka, ja kāds likti lasa, māciet viņus labāk un vairāk lasīt un intensīvāk, jā, jo tas pats, ko es teicu par braukšanu, ja kāds iemāc braukt ar mašīnu 10 stundās, kādam vajag 40-50, ar lasīšanu ir tas pats, vairums bērnu iemācās, atcerās vārdu, viņu izlasot divas, trīs reizes, un viņš viņu ieliek tilkt ar miņa atmiņā. Bērnam ar disleksiju to vārdu vajag izlasīt trīs līdz četras reizes vairāk, kas nozīmē deviņas līdz 12 reizes. V 3-4 raza bazu, š zagšan sēmē m�èšinu rños vajag izmehh. Bērnam. Tres reizes, 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 reizes. Teatē yes, ataruizš says kira, miss arazī ta. Tak rise, tā šitās, kāda Administration mu ne cre Selfies vairāk, bērnu, ISTĘXĭ comus ē przewājās. Kom badērādi� iemācā. Vēstam bei Vout. Ya, labrīk, labrīk. Я, лабрит. Саки Элзуман, ну, здесь твоя акция, би-я. Ну, как там-то. Би-я, воист. Ну, ир, ир, про там. Ну, дальше по-русски, скажем так. Да, конечно. Ну, и вот, как сдавать экзамен? Она, скажем, спокойно совершенно пишет, ну, в латвическом. Причем со всеми техническими вариациями там, со всеми делами. Вот, она инженер-технолог по образованию. И как сдать язык? Ну, вот это была проблема сумасшедшая. Никто в голову не берет. Но, слава богу, что она специалист великолепный. И поэтому никому в башку, никакому идиоту не пришло там на этой почве ее как-то прижимать. Она работала и на пенсию, все в порядке. Ну, а вот как другим. Да, спасибо. Всего доброго. Действительно, ну, раньше вообще об этом никто не знал и не думал. Да, 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 да. Ну, отра лиета и это, что называется компенсации. Да, 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 да. Да, 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 да. У нас, да, да, да. Да, 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 да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я просто немножко расскажу. У мужа дочка в латышской школе училась девочка и вот в Латвии мучилась, мучилась, ну, просто как бы из одной школы латышской в другую еле-еле закончила. Поехала, закончила школу, поехала в Англию, там ей ставят диагноз этот дислексию. Девочка спокойно закончила бакалавра, šeit магистратуры, графический дизайн, все прекрасно. Ну, просто это все происходит в Латвии прямо сейчас. Угу. Да, спасибо большое. Вот, живой премьер, пожалуйста. Тещи, tas ir класисks pieмэрс. Ja, тā ir Latvijas реалитāte, jo Latvия, тāpēc, ka droši vien, tā meitene, viņa ir ļoti labas kopējās spējas. Ну, šīs pasubнисти отлично. Jā, un лīdz ar to mūsu izglītības sistēma, viņas disleksiju ignorē. Dā, наша система, jo disleksiju ignorē. Jā, tas ir pilnīgi klasiska un ļoti briesmīga Latvijas izglītības реалитāte, šajā piemērā. Jā, tas ir tā kāja užasna Latvijas, ka dzīvītības sistēma aprazāvāņa, šo mēs vēzīvājam disleksiju s niskim intelektam. Jā, un visus labos skolēnus, visus spēcīgos ignorējām. Jā, mēs ignorējam. Vēl uči redzījīgi prēmiju, pričom sredzīju učiņikov starša klasa, u kaut kārāk nabludājās disleksija, jēs, raskāžītsi abu tajai prēmiju. Jā, tieši šī iemesla pēc, tāpēc kā mūsu izglītības sistēma visus vecāko klasa skolēnus ar disleksiju pilnīgi ignorēja. Mums statistiski Latvijā nav neviena vidusskolēna ar disleksiju, jā, kas, protams, ir pilnīga falsifikācija. Nē, nē, nav škoļņu, kas disleksija. Striezrieši skolīgi, jā, aficēļi. Un mūsu sistēma saka... Šo, sūpstāvējā, ta polnēja falsifikācija, jā, jā, un arī tam iepriekšējai tieši tā realitātei. Mēs vienkārši pilnīgi, mūsu izglītības un zinātnes ministrija, pilnīgi blefo realitāti, jā, līdz devītai klasēji lūkjums var būt disleksija, un tad jūs kaut kādā brīnumainā veidā... Tieši tā, jūs esiet vairīgi cilvēks. 29. klasa uškoļņikov možnēt disleksijā, poslīdīvētā, nekaut kādā tā, čudzies tieši tā, tieši tā, bet un tas ir tas, kas ir tā Latvijas lielā problēma, un es teiktu, jo tā ir sistēmiska korupcija, jo arī mūsu akadēmiskā vide, ne mūsu psihologa, ne mūsu logopēda, neviens nesaka hello, tas nav normāli, jā, ja jauniešiem ar disleksiju pasaulē palīdz labākajās augstskolās, Cambridgeā un Oksfordā, mūsu pētnieki un mūsu ierēģi, paziņo, ne, Latvijā viņi ir kompensēta, ja pritam, tas ir joks, bet tas ir joks, bet tas ir joks, bet tas ir joks, brēs mēiks joks. Da, это, ну, такая, какая-то шutka, но чудовищna такая шutka, что в исследовании... Простite. Как раз-таки говорят о том, что у нас каждый пятый, как уже сказали ученики, в школах общего профиля, в принципе в всех учреждениях страдает disleksijai, а в средней школе получается такое... Скажите, что за премии, как участвовать, какие соревнования будут походить... Да, да. Та, тад, эсэм, очень приедси, что, садарбий бара Светбанку муку муку издавис 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 балву изцелам сколейнам ар дислексию 7. лидц 9. класе у виду сколам. Вместе сасовет банка модели организовать приз для школьников 7. по 9. Блистящие ученики, отличники 7. по 9. Жеет. Гра 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 А также, может быть, социали активы, может быть, дарят бревпракт-дарбу, или помогают организовать школу, или класу, или класу. Венкарше, нормальность, активность человек. Да, значит, приглашают участвовать всех школьников, не зависимо от того, на каком языке учатся в любом школе. И из условий, чтобы школьник был еще чем-то занимался, то есть либо у него были какие-то спортивные достижения, либо это музыкальные, либо он, возможно, занимался какими-то социальными делами, может быть, был волонтером, или что-то в этом роде. Даже недостижения, чтобы он просто что-то делал. Да, чем ты интересовался. Да, именно. А что ты для этого сделаешь? Вы смотрите, на каком основании вы можете определить? Яунетисы пациент себе может номинировать. Сам может себя номинировать. Да, и мы тогда дарим, что нам веков и школу информировать. Визу информации у нас есть мая лапа www.дислексия.лв. Да, и у нас есть мая лапа, и у нас есть мая лапа, и у нас есть мая лапа. Значит, нужно запомнить специальную форму. Мая лапа. Да, и у нас есть мая лапа. Да, потом родители могут тоже, педагоги тоже могут информировать, да. Да, информировать, да, естественно. Да, да, это просто стабиль год, который уже закончится. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. А вы сказали, что у нас средняя школа игнорировается дислексия. В принципе, тогда получается, что если на экзамене в девятом классе выпускникам дается дополнительное время на завершение экзамена, то значит средняя школа такое дополнительное время не предусмотрена никому, если у нас нет на ученике. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. 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 да.